Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гость в нашем скайп-интервью в нашей студии. И давайте представляться тогда. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Дима. Сейчас вообще родом из Харькова. Переехал два с половиной года назад примерно. Сейчас живу в Чикаго и работаю здесь же программистом. Да, ну, собственно, вот так. Лет сколько вам? 26. Учились где? Что заканчивали? Я закончил Харьковский национальный университет Мехмат. Мехмат. Хорошо, математика, да, получается? Ну, у меня специальность информатика была. Хорошо. Так много ли ваших сокурсников где-нибудь там вот по Америке гуляет? Вот скажите такую вещь. Вообще, я знаю, есть такие учебные заведения, вот с кем не поговоришь там, они все тут. Есть, не так уж что много именно вот по Америке, но знаю, что есть. Не могу сказать, что много, но особенно в последнее время очень многие не против были. Понятно, понятно. Я хочу ребятам сказать, которые нас смотрят, что Дмитрий находится в кафешке. Да, если вдруг. Вот, и там какой-то фон, если это, это фон кафешки, и вот там окно какое-то, дверь, как чувствую, у нас там. Конференструм, ну не суть. Значит, в общем, вот у нас такой индустриальный пейзаж с одной стороны, и я дома сижу с другой. Значит, вы по рабочей визе, я правильно понял? Да, я по H1B приехал. По H1B. Ну, давайте начнем сначала про визу, или точнее, прежде чем мы на визу пойдем, вы чем занимались, пока попали в США? И когда вы попали в США раз, и чем вы до этого занимались, как вообще это все произошло? Наверное, началось все с третьего курса, когда я попал, можно сказать, на... Компания, то есть, аутсорсинговая, когда она была довольно маленькая, сейчас чуть побольше, то есть, заметно побольше. И я попал туда, то есть, я работал парт-тайм, то есть, там, утром приходил на работу, потом бежал в институт, и как-то вот старался совмещать это дело, и я... Вот так начиналось где-то, и длилось полгода все. И, в принципе, я не участвовал в каких-то реальных проектах, но учился, фактически. И потом, я как бы... Это прекратилось, у меня начался четвертый курс, и, то есть, у меня... Из-за того, что я так совмещал, нужно было уже выбирать, хотелось бы закончить институт тогда, и получить диплом. И, в принципе, я на год, там, полтора не работал, ну, то есть, фрилансер как-то, там, дома по мелочи. Вот. И потом, с начала пятого курса, я вернулся в эту же компанию, уже работать на фултайм. Ну, делали что вот конкретно? Я пишу и писал, в принципе, все время на Руби и Ruby on Rails, то есть, все, что связано с вебом, с какими-то интеграциями. Конкретно сейчас работаю в финансовой компании, которая занимается выдачей разного рода кредитов, и делаем для них мобильные приложения. Ну, я конкретно не делаю мобильные приложения, то есть, не пишу на iOS или Android, но я, то есть, занимаюсь то, что называется, back-end. То есть, что интересно, то есть, не C++, не Java, не Python, не PHP, а вот Ruby, такой язычок, вот, тестеры многие пользуются, вроде так он, ну, что же, это интересно. Я вот тут такую, знаете, тенденцию просекаю, что, смотришь, уже и Java подсиживают, там, каким-нибудь JavaScript, понимаешь, и думаешь, надо же, как вот это, получается интересно. Я не думаю, что Java подсиживают просто потому, что род, задач чуть-чуть разный. Все-таки Java, согласитесь, это более... Конечно, конечно, так это же и удивительно, когда тебе люди начинают говорить, что, знаешь, Java как-то вот так теряет позиции, а вот какой-нибудь JavaScript набирает. Я слышу просто, я не имею возможности сам оценить, но так вот с чужих слов. Я, честно говоря, не верю, то есть, мне кажется, Java будет жить еще... Только я не верю, ну, просто я говорю, такое, слышишь, вот. Хорошо. Так давно в Америке-то вы? Два с половиной года, то есть, я приехал в декабре 2012, первый раз. Что вы приехали... Нет, что такое первый раз? Ну, первый раз, то есть, я через год поехал домой и забрал жену с ребенком. Хорошо. Значит, по рабочей визе вы въехали в США в декабре 2012 года? Да. Это значит, что в апреле, первого апреля, там, 2012 года на вас подали вот все эти документы? Это правда, да. Компания, которая на вас подала эти документы, это не та же самая компания, где вы в Харькове? Это та же самая компания. В Харькове? Да. А, тогда проще, тогда проще, тогда проще. То есть, вы работали на аутсорсинге и, так сказать, головная компания вас туда забрала? Да. Ну, это проще, да. То есть, вам не пришлось искать, и вы спокойно себе жили, и в свои, там, 23 года уже успели, практически, да, если сейчас 26, то, значит, 3 года назад, больше 3 лет назад на вас уже подали это все. А когда же вы с такой занятой-то жениться успели, я не понял? 21, получается. Ой, да, что же. Хорошо. Такая, а жена, что делает? Жена с ребенком сидит. Ну, это понятно. А вот так она по жизни, что делает? Она не успела получить выше в Харькове, то есть, у нас и ребенок родился как раз, а потом, спустя еще небольшое время, уехали сюда. Да, то есть, в принципе, у нее все пути открыты еще. Ну, то есть, она молоденькая? Да, на год младше, чем она. 25 лет девочке, 4 года ребеночку. Училась на кого? На медика. Прямо врача или какого-то сестру? Ну, да. То есть, поступила в мед, но не закончила. Хорошо. Давайте мы теперь на такую тему. А как вы к нам на канал попали? Вот я так понял, что вы... Да, Дмитрий предложил, давайте, говорит, я расскажу. То есть, я понял, что он смотрит наш канал, раз у него так возникла идея что-то рассказать. Да, то есть, я смотрю довольно долго. Я не помню, я пытался вот вспомнить, смотрел ли я еще живя в Украине, или все-таки, уже когда приехал здесь. Ну, довольно долго, то есть, пару лет так точно. То есть, получается так, что у вас такое количество материала, и когда меня, особенно сейчас, спустя время, начинают знакомые, друзья спрашивают тебя, вот как можно уехать? Я уже понял. Ну, на самом деле, все очень просто. Да, вы им говорите, а вот иди туда посмотри. Да, я понял. Сам. Я сам тоже, мне вопросы какие-то задают, и я думаю, что-то было на эту тему, я нахожу видео, это ссылку бросаю. Уже так много всего, что трудно, чуть неожиданно такое, чтобы не было разговора на эту тему. Три с половиной тысячи видео. Ужас. Да. Ну, неужели все это я? Понятно. А вот вам почему интересно? Вот вы же все-таки живете в Чикаго, так в Америке живете. Вы все это можете потрогать руками, вот, чего вам, откуда-то взгляд какой-то? Ну, во-первых, я в так долгосрочной перспективе в Калифорнию хочу перебраться. Так. То есть вам нравятся пейзажи, посмотреть там местность? Я был один раз там, в отпуск на четыре дня в Сан-Франциско. Мне у вас погода нравится больше, чем здесь. Это вот то, что сто процентов. А вот мы про погоду поговорим еще. Ну, хорошо, ладно, значит... Не, ну, это я, конечно, то есть это полбеды. Понятно. Мы про Чикаго еще побеседуем, потому что я думаю, ребятам интересно вот из первых рук про Чикаго. Ну, хорошо, ладно, давайте тогда... Вот чего. Ну, давайте с погодой тогда, может, действительно, и начнем. Вот живете вы в Чикаго. Я, надо сказать, в Чикаго как-то не довелось. Было один раз всего. И то это было транзитом таким. Транзит этот был чудовищно холодным. То есть у меня было ощущение, что меня ветром продует, вот как, знаете, в сказке там какой-нибудь... И будет у меня ледяное сердце. И так у меня уже бух, вот так вот, и все, и буду я ледышкой такой. Вот, вообще, как там? Холодно. Ну, то есть ветрено практически круглый год. Так. И зимы холодные чаще всего. То есть вот, единственное, первая зима, которую я был здесь, была терпимой. Все последующие, то есть снежно, холодно. Ну, так, кто не знает, просто Чикаго на озере находится. То есть озеро Мичиган. И это озеро такое, то есть не озеро, я его морем называю, потому что, в принципе... Громадное, конечно. То есть разницы не очень. У меня просто впечатление, что в основном климат определяется тем, что вот там озеро, а на север Канада, и все это абсолютно открытая местность. И плюс равнина еще. Равнина. И оттуда любой ветер, он арктический. И если это зима, это просто... Ты живешь как на полюсе. Я вот дерирую. Да. И еще специфика такая, что очень сильные перепады температуры. Особенно зимой. То есть может быть минус один, минус двадцать. В один день? Ну, на следующий день. А, вообще это, на самом деле, заболеть так легко. То есть как бы на иммунитет должно влиять. Есть такое, да? Ну, то есть я не могу сказать, но сложно. Но у кого давление, мне всегда возникло вопрос. Давление, проблемы, как вот и... Тем не менее, город громадный, очень красивый, правда? Да, это правда. И работы там сколько хочешь, как вы хочешь. Здесь по работе такая специфика, это то, что я заметил, ну, это субъективное мнение. Да. Все, что связано с финансами, я не знаю, какого-то рода, все, что связано с биржами, Нью-Йорк. Ага, то есть второй Нью-Йорк как бы. Ну, то есть какая-то такая финансовая столица. Понятно, понятно. В плане работы. Ага. Да, интересно. Но это наблюдение просто. Хорошо, то есть много финансовых таких. Но там, где финансовая работа, там же и программистов много обслуживать. Это все, это нужно... Самые деньги платятся программистам, именно вот в финансовых учреждениях, где деньги как бы... Там же и делают, это же... Кто-то сделал денег, программистам отдал, еще сделал, программистам отдал. Да, но все равно с Кремниевой долиной не сравнится никак. Хорошо. Значит, там, по идее, должно быть много русскоязычного народу. Есть такое? Да, довольно много. Вот этот район Диван, там, где новички селятся. Диван уже не русскоязычный. Он уже более такой... Индийско-пакистанский, ну вот какой-то такой. Ага. Но мирное место, а то, знаете, как в песне поют, А там за стеной у Чикаго, Не город, а сущий вертеп. Нет такого? Сложно сказать, но, в принципе, я думаю, что средний. Средний. В Чикаго есть южные районы, куда не стоит ездить вообще. Ага. Ну там, южно-западный. Все остальное, ну, то есть, местами может быть что-то, но я не думаю, что... Девчонки симпатичные так вот по улицам ходят? Все относительно. Ну, относительно. Относительно. А, вот. Вот этих слов я ожидал. Так, хорошо. Так вы в Харьков-то, вот как жену забрали, подъезжали? Там родители, наверное, нет? Родители там, вот, если все нормально, этим летом поедем. Погостить? Да, на месяц, я не знаю. Вот вы, живя в Чикаго, вам вот на мозги давит вот эта ситуация, которая там в целом происходит? Очень. То есть, есть такое давление? Сейчас уже не очень. Ну, то есть, я стараюсь абстрактироваться и уже новости не читать. Да, да. А вот первое время, ну, то есть, очень сильно. Среди эмигрантов. Да, там же, на самом деле, я думаю, что, если мы посмотрим на такой национальный, что ли, состав, как бы, в американском смысле национальный, из какой страны люди, то в целом русскоязычного народу, ну, или, скажем так, постсоветского, советского-постсоветского народу в Соединенных Штатах, там, скажем, из Украины намного больше, чем, допустим, из России. И даже из Белоруссии, наверное, больше. Поэтому, вот нет каких-то вот трений на уровне людей? Вы не замечаете? Нет, я не замечаю. Ну, хорошо. Я работаю, в принципе, с ребятами, которые тоже с Харькова приехали, ну, там, либо с Украиной, в принципе, я этого не замечаю. А, ну, среди, там, как бы, друг друга вы не обижаете. Хорошо. Ладно. Давайте мы вот что сделаем. Вот нас смотрят люди, так, со всего, можно сказать, такого русскоязычного пространства мирового. Там и в Америке, и там в Киргизии, откуда хочешь. И я понял, что с вас не взять толком такого полезного, как попасть в Америку, потому что вы таким очень прямолинейным способом, то есть очень похоже на выиграть грин-карту. Так как-то мимо всех объехал, вот так и все. Или вы знаете что-то на эту тему? Ну, я хотел бы просто сказать, что, во-первых, многие, кто работает в IT, в принципе, всех шансы есть, особенно сейчас. Единственное, что расстраивает, это квоты, то есть 240 тысяч заявок на, по-моему, 240 тысяч заявок. Да, да, 245, что-то такое, да. 60 тысяч мест, это, ну, то есть... Ну, 85 там плюс еще немножко, да, ну, 1 к 3 фактически. Это как бы то, что... Ну, мы с этим ничего сделать не можем. Мы не можем, но мы как бы ждем, что... Мы же давно, правда, очень ждем, что они все-таки... Не то, что республиканцы, но что все-таки они... Это и демократам тоже нужно. Это не то, что кто-то из них говорит, что не надо этого делать. Они обе партии говорят, что это нужно. Но, да, они должны были эту квоту уже расшить, там, полтора года назад. Вот два скоро. Скоро два года, как должны были принять вот эту реформу. Я помню, в Киеве как раз тогда был, в апреле. Два года назад, в апреле. И вот эта реформа, вот она висела, вот-вот, вот, и там бах, и все это провалилось. Поэтому я надеюсь очень, что это все разошьется, потому что есть какое лоббирование со стороны айтишных компаний, серьезных компаний. Должно как-то расшиться это все, я не знаю. Очень странно, очень. Я тоже не понимаю. То есть, в принципе, лотерея, конечно, это хорошо, но я не... Если бы, там, если представить нас на месте высокостоящих людей, то почему не расширить квоты, не сделая стартап-визы? Да все за, абсолютно все за. Это вопрос только в том, что к этому пришить. То есть, одни говорят, мы согласны, но вы нам за это дайте вот то. Другие говорят, и мы за, но мы вам не дадим. Ну и вот на этом месте все, понимаете, происходит. Да, так что... Демократия, однако. Да. Но, тем не менее, кто работает в ИКИ, в принципе, может пробовать подавать на H1B. Естественно, что я замечаю, что, ну вот, я с кем-то общаюсь и люди говорят, а как, ну, то есть, я работаю в компании, мы там делаем какие-то проекты, как я должен, ну, то есть, как мне, собственно, сделать так, чтобы компания подала на H1B. Как найти работодателя. Да, и многие ждут, что работодатель сам предложит. Просто я хотел бы... Стоп, 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 стоп. То есть, вы говорите о том, что человек работает в компании, которая могла бы ему сделать сама. А вот давайте я вот перед тем, как вы пойдете вот в то, как их уговорить или как мотивировать, объясните мне, почему это была H1B, а, например, не L1, потому что там же квоты нет. Они могут в любой момент вас забрать. И грин карту можно сделать. Почему вообще идея H1B возникла-то? Конкретно в моем случае? Ну, например, в вашем случае. В моем случае все просто. У меня квоты не было. Когда я играл, был недобор. То есть, у меня не был... Ну, в смысле, я не играл. В том-то и дело, у меня не было лотереи. Не было лотереи. Последний год, когда не было лотереи. Да. Хорошо. Значит, просто на вас подали в апреле, дожидались вас почти год. Другое дело, что вы все равно там работали. Поэтому в одном офисе, в другом офисе им было проще. Ну, хорошо. С L1B же там не так все просто. То есть, там, если я не ошибаюсь, можно делать только executives. Это условность некоторая. Хорошо. Давайте так. Вот вы работаете в компании. У компании, в принципе, есть возможность вас перебросить из офиса там в Харькове, в офис там в Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Сан-Франциско и других местах. Как им объяснить, что это нужно сделать? Просто пойти и сказать, что вы этого хотите. Это во-первых. Вы пойти ногами или как-то... Нет, ну, у вас там... Если вы проработали в компании год, допустим, вас знают. Понимают, на каком уровне вы находитесь. То есть, если вы считаете, что вы можете поехать и работать на этом же проекте, грубо говоря, либо на другом, так сказать, он сайт, то просто подойдите хотя бы к вашему менеджеру, либо... Ну, то есть, я не знаю иерархии, в зависимости от размера компании. Да, конечно, конечно. Ну, в общем, к вышестоящему человеку. Скажите, было бы неплохо, то есть, есть ли возможность подать H1B вот там для меня? Это хотя бы... Подождите, я хочу уточнить. Вот живете вы в Харькове. Вот у вас там есть вышестоящий менеджер, там, Микола Петрович, так? И вы говорите, Микола Петрович, будь лаская, там, давай мне отправим в Америку, Америсю, как вы там скажете. Значит, или это все-таки должен быть какой-то американец, который сидит в американском офисе, и вы ему как-то... По-разному. В моем случае это был вот CEO наш, он приезжал к командиру. CEO американский? Да. Это другой разговор. Это же другое. Американскому проще. А тот, который там на месте сидит, он может сказать, надо же, какой шустрый. Я вот тут уже, значит, 10 лет сижу и не мечтаю, а он тут, понимаешь, сейчас на Рубе пишет, и в Чикаго ему там... Но есть компании, как и ПАМ, и Люксофт, то есть большие аутсорсеры, и, насколько я знаю, они и так занимаются этим. Это правда. Просто это то же самое, что с повышением зарплаты. Иногда можно сидеть и ждать, пока зарплату повысит, а можно пройти и попробовать объяснить, что... Ну да, это правда, но иногда могут и выгнать тоже. Вот так придешь поговорить и выгонят. Теперь момент. Я думаю, что все-таки есть же существенная разница в стоимости. Дмитрий в Харькове может стоить, я не знаю, условно, там полторы тысячи в месяц. А Дмитрий в Чикаго может стоить, допустим, 7 тысяч в месяц. Поэтому, кстати, это все-таки разница в цене большая. Разница и в цене ту, которую аутсорсер получает от заказчика. То есть я так понимаю, что стоимость человека для компании N, которая нанимает, допустим, в Люксофте, либо в Епаме людей в Харькове, будет стоить намного дешевле, чем эта же компания нанимает людей у Люксофта, но в Сан-Франциско. Конечно, конечно. Поэтому, когда вы говорите, чувак, а что бы тебя не перевести в тот самый офис, ты ему говоришь, фактически, чувак, а что бы тебе не заплатить в 5 раз больше, еще что-то так мало за меня платят. Чего я тебе так дешево обхожусь? Да, ну, не всегда, но тем не менее. Ребята, которые работают в Харькове, так? Да. Я не знаю, сколько их там есть. Но вот есть ребята, работают в Харькове. Это как бы общее такое желание массовое, вот ваш путь повторить? Или многие говорят, да ну нафиг, я куда-то поеду, мне тут хорошо, тут вот горилка есть, сало есть. Скажем так, когда я уезжал, такого ажиотажа, как сейчас не было. То есть сейчас больше желающих? Да, и даже не обязательно в той компании, в которой я работал, просто среди знакомых. Я сейчас разговариваю с друзьями, которые раньше говорили, да, я в Америку, да никогда мне здесь хорошо. Сейчас меняют это мнение, и в том числе подают на ХВН. Мы подавали в этом году на одного человека, но не прошла наша заявка. Так вот. Ну действительно обидно вообще. Надо сказать, что мы до этого, там пару раз участвовали в этих лотереях, всегда проскакивали. А сейчас вот как-то статистика наша ухудшилась. Да, сложно. Сейчас вообще из-за всех этих вот событий, и не только же это касается Украины, там и Россия тоже. Вот это обострение, которое происходит, многие люди не хотят участвовать в обострениях. Поэтому сейчас резко увеличился поток и политическое убежище. Адвокаты, вот если раньше можно было там, приходишь, там первая консультация бесплатная. У многих, не у всех, у многих. Сейчас уже нет бесплатной, сейчас уже на платную сил нет, ты будешь ставить в очередь, пока тебе до очереди дойдет. Сейчас очень занятые ребята все. Адвокат же не тестер, график-юзер-интерфейс, уже три месяца не подготовишь, понимаете, там, плюс три на практике. Слушайте, а вас кто тестирует в вашем учреждении? Окей, у меня в команде, у меня двое друзей, которые, собственно, в тот же год со мной и приехали. Тестеров привезли? Да. А говорят, может ли тестер получить H1B? Говорят, а смотри, как, оказывается, может. То есть на месте, вообще, знаете, у меня онлайновый класс есть, я там, как бы, сразу много народу учу, и в каждом онлайновом классе сейчас есть пять, шесть, семь человек из Чикаго. К счастью, мы это не так часто делаем, мы три класса в год запускаем, поэтому, так мы, иначе бы мы наводнили бы Чикаго, но я хочу сказать, что, так как Чикаго жрет нашего брата, нигде так не жрет. Если бы мне сказали, вот, Миша, вот из всего, что есть в Америке, выбери одно место, да, одно, где больше всего жрет, я бы сказал Чикаго. То есть это просто невероятный какой-то рынок, в смысле нехватки людей, то есть вот соотношение спроса и предложения какое-то катастрофическое там. Приходится из Харькова импортировать тестеры. Да. Ну, да. Больше, конечно, программистов приезжает, но вот ей тоже. Не так уж и много, но я знаю. Давайте мы теперь вот к чему пойдем. Вот вы, в достаточно молодом возрасте, там, 23 года, там где-нибудь, 23-24, попадаете в Америку. Это первый ваш приезд был? Сразу-сразу бах! Или вы до этого попадали? Я до этого, за год до того, как получил H1B, я подавал на B1, B2 приехать в командировку просто, там, месяц, по-моему, и мне отказали. Это понятно, это как бы, даже это все понятно. Вот, и поэтому это был первый раз. Вот молодой качок такой, я смотрю, прям, вот, думаю, вы думаете, конечно, останется, там будет качаться вместе с нашими. Значит, итак, приехали вы, первое, первое, что вы сделали, вы приехали в Америку на работу. Вы не приезжали сюда 3-4 раза, вы не готовили почву, вы ничего. Ну, правда, работа есть, зарплата есть. Приехали. У меня друзья, что самое, ну, одно из самых важных, у меня здесь были друзья, которые уехали до меня, там, кто-то 3 года назад, кто-то год назад. То есть, общение было? Общение, помощь, куда идти, что делать. То есть, ну, очень сильно. Как у меня один этим, в наше время, когда мы еще тогда эмигрировали, у меня был один знакомый из Киева, правда. И он женился. Причем, знаете, такой мужик, ему уже лет 40 было, 42, молоденькую девочку там взял, я не знаю, здорово его моложе. И вот они поехали, значит, я ему говорю, «А что ты специально ради эмиграции женился?» Он говорит, «Ну да, чтобы одному не ехать». Я говорю, «А почему? А что? В чем смысл-то?» Он говорит, «Ну вот представляешь, даже вот отойти куда-то, чемоданом присмотреть некому». Говорит, «Ну хорошо, приехали вы. Освоились. Один вопрос я могу вам задать, какие были самые первые впечатления, если вы помните что-то. Может быть, смешные истории какие-нибудь. Был чей-то такое смешное-смешное?» Ну, самое смешное, я хотел вернуться обратно. Это самое смешное. Долго хотел? Месяца три. При том, что у вас друзья, вам помогали там. Я просто оставил ребенка, ну, то есть, я ребенка год не видел, и очень сильно. Ну да, нехорошо. А чего вы семью сразу не привезли? Почему надо было год ждать-то? Ну, во-первых, ребенок, то есть, там, два годика было. В общем, планировалось так, что я заберу чуть раньше, то есть, тридцать, полгода. Но был еще такой нюанс, что у меня первое H1B дали на один год, что есть не, ну, то есть, чаще всего открывают на три года. Не открыли на год. Это, возможно, кто-то свою сбросил, и вам ее отдали? Что-то такого планка. Откуда же на год может быть виза? Или вам ее открыли с продлением потом, да? Не только, не только у меня на один год. Ну, то есть, я знаю, что это на уставе. Вообще такого? Не смешил такого. Мне никто не верил, мне там говорили, может, у тебя там L1, не H1B. Я всем показывал паспорт, я говорю, вот, H1B на один год. Я понял, был элемент нестабильности. И, получается, летом, где-то, мне ее начали продлевать. Когда начинают продлевать визу, вам лучше не покидать страну. То есть, не покидать США, потому что, как бы, у вас есть неизвестность, когда вам ее продлят. И вам, то есть, я потом ездил в Киеве, опять получал, собственно, H1B. Ну, хорошо. Давайте, значит, мы, это как бы семейная линия такая. Итак, вы хотели уехать, не потому, что вам не понравилось в Америке. А вот, давайте первое впечатление про Америку. Вот, при том, что остается линия семейная, конечно, это вы один, и как-то оторваны. я это хорошо очень понимаю, тем более, лялечка маленькая. У вас мальчик, девочка, что там? Девочка. Девочка, ну, конечно, так и мальчика тоже не хочется, а тут еще и девочка. Так, ну. Впечатление сложно сказать. Ну, то есть, действительно сложно сказать. Зима была, вы приехали зимой. Зимой. Так. Мне вот, первое время мне не нравилось, но это вот такая, у меня адаптация тяжело. Угу. Совсем тяжело. А потом, особенно, когда весна пришла, тут там, красивее все стало, и летом, очень понравилось, и город очень понравился. Нравится, что люди более добрые, чем, как бы, ну, то есть, не то, что добрые, но... Расслабленные такие. Да, больше позитива от людей. Угу. В автобусе едешь, и тебе там не хамят, по ногам не прыгают, ну, в общем. Неожиданно. Так, подождите, а что в автобусе? Машины нет у вас? У меня есть машина, но... У нас в Даунтауне, Чикаго, портовка стоит там до 30 долларов в день. Я понял, понял. Как везде, в приличном месте. Я машину купил уже, когда мы сюда все вместе приемли. Угу. Угу. Ну, хорошо. А было что-то, что... к чему надо было привыкать или с чем было сложно как-то сжиться, смириться. что-то такое вот. Английский вы откуда знали? У меня был английский, в принципе, еще со школы, как, ну, на каком-то огромном. И потом, когда я в Харькове работал, приходилось разговаривать. Так английская школа или просто школа? Эээ... То есть, я учился в двух школах сначала. То есть, у меня был и физмат-лицей, там, когда я учился, и потом... То есть, школа, гимназия, но у нас довольно сильный преподаватель по английскому был. языковой какой-нибудь учитель. Не было как-то такого уклона, но, в общем, учил я английский в школе. Потом, имел университета, я его подзабыл, но какая-то база осталась. Я понял. То есть, учил в школе, но такой педагог... Да. Значит, весь Харьков ходил к ней заниматься дополнительно. ну, в общем, да. Мы боялись не делать домашние задания. Хорошо. Итак, с английским понятно. все-таки, вы же переехали из одной страны в другую. хорошо, на ноги в автобусе не наступают. Там, допустим, челлыбеси не говорят. Вот, но... И все. Я не знаю, ну, я знаю, есть такое слово, снабжение. Вот, допустим, идешь в магазин, и там какой-то набор продуктов, там, или вам пофигу, это все. Нет, почему, как? Ну, ну. Кстати, касаемо продуктов, очень привыкал я первое время. Сложно, да, привыкнуть? Ну, то, что сложно, но какое-то время требуется. Чуть-чуть отличается. Особенно, пока не узнаешь, где лучше покупать. Точно. Это есть. В этом смысле, друзья нужны, которые тебя проведут и скажут, вот тут огурчики соленые, тут горошек зеленый. Когда машина появилась, стало легче, то есть, уже можно поехать в пригород, знаешь, куда ехать. Ага, хорошо. А первое время, у нас, я помню, там, я не знаю, по-моему, в Сан-Франциско тоже есть, Джоэлоско, да, сеть супермаркетов. Какая? Джоэлоско, или это только, только здесь. Ну, в общем, есть сеть такая большая, супермаркетов. Мы жили, я первый год жил на корпоративной квартире. То есть, мы с ребятами жили, квартира была и втроем жили. И от нас было 15 минут, мы ходили, значит, каждый выход, и там, скупались на неделю. Пешочком с сеткой? С пульками, да. Хорошо, то есть, как вы по-домашнему, по-харьковски. Понятно, понятно. Ну, что же, что-то такое было, или, скажем, что-то такое есть в Америке, чем надо поделиться, чтобы ребята знали заранее, вот, есть какие-то проблемы. Вот, какие проблемы есть, о которых, может быть, не принято говорить, или, может быть, как-то не так говорят или чикаго я не может быть проблема большого города может быть проблемы преступности может быть проблемы взаимоотношений с властью с соседями с полицией с чертю знает ну ну что то есть такое о чем надо знать вот говоря знаете еще что многие мне пишут но очень многие говорят вот там ювенальная юстиция вот это вот там джурнал джастис там и что детей забирают там вот что-то такое вы такого не слышали чтобы кого-то ребенка забрали пока я слава был не да но вот прямо слушать вот эти вот страшилки которые там эспрессо оттуда из отечества значит там дети крысу съели там меня торосами весь чикаго там перегородила или там моя не знаю сейчас это взорвется там какой-нибудь как его зовут ела у украина сейчас взорвется да так вот вы как вот страшилки на месте воспринимаются как в украине или здесь никак кто внимание даже не обращает а в украине времени может кто-то и обращает но все зависит от людей если людям хочется верить что в америку упадет метеорит ну что можно сделать да 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 здоровье пусть упадет да да хорошо так вулкан ну ну все может быть вулкан да хорошо там кризис доллара у вас там финансовые эти биржи там не ничего там не замечать не намечается ну в украине да намечается вот собственно люди в три раза беднее стволе это кризис гривны это кризис гривен а вот кризиса доллара как-то вот пока не видать знаете был такой анекдот советское время как сидит мужик наняли мужика сидеть на останкинской башне москве и высматривать когда придет конец империализму и сигнал подавать но сидит смотрит ну дать как тоже почитывает там не просто так сидит вот спас почитывает газеточки журнальчики подсчитывают унес там есть много и находит что в сша такая же точно вот площадочка оборудована на статуи свободы и там сидит мужик и высматривает когда кончится рецессия и ему платят 2000 долларов в месяц и он идет по начальству и говорит это что ж такое я за 200 рублей сижу а этот за 2000 долларов делает ту же самую работу где справедливость ему гачу так и угот ты сам сообразил сейчас рецессия кончится на работу потеряет у тебя-то работа пожизненная вот так что да так что работа тех кто выискивает кризис доллара она может сказать на всю жизнь это не можешь то что не говорит может и кризис случится это просто вопрос смотреть что там с долларом случится или все-таки более чем-то своим заниматься я вам другое не тут расскажу значит спрашивали но мы изучали там всякие философии в своей пересоветской власти положено было изучать и вот гайши такой философия вообще языка философия а это порядок все равно что в темной комнате искать черного кота много то что такое марксистка ленинская философия а это говорят в темной комнате искать черного кота заранее знаю что его там нет а что такое современная вот парксистка ленинская философия это в темной комнате искать черного кота заранее знаю что его там нет и время от времени покрикивая ага попался вот и вот это многие люди до сих пор занимаются вот этой философией там они наблюдают там зачем таки попался потом снова попался а те кто их слушает они как-то забывают что уже все попались и думают над же снова попался снова попался да каждый дед тело каждого можно каждый день новости смотреть там первый канал российский включать вы прямо этот садист какой-то я вам третий анекдот расскажу значит раз на то пошло значит василий иванович петька спрашивает как там белые что вчера поймали показания дает когда нет василий иванович уперся ничего он ведь иголки под ногти загоняли загоняем вас есть молчит это каленым железом да молчит василий вас делали а носки мои нюхать ему давали душой василий садист что и вот так что вы первым каналом решили пытать да 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 я занял я я хочу него нет конечно некоторым ну что же давайте какую-то пользу народу приносить вот скажите что то что как сказать вы же видите наш канал увидеть какие вопросы вы видите комментарии вы в общем то должны примерно так представлять что там у нас происходит поэтому в русле нашей темы в иммиграционные в смысле страшилок которые бывают смысле может быть просто чего-то чего вот вам на месте видно кому-то нет они на месте вы не знали у вас были какие-то свои открытия америки при но в любом случае были за за но я не самый правильный кандидат на насчет страшила потому что в принципе я давно хотел побывать в америке никогда не думал что я вообще эмигрирую куда-либо перееду но меня как раз меньше всего пугал и я бы предложил людям просто съездить и посмотреть если есть такая возможность так деньги нужны ну да я понимаю я имею ввиду у кого есть возможность да приезжайте куда ехать ты советуете куда угодно на самом деле нью-йорк чикаго сан-франциско куда угодно флориду флориду да я не был там хотелось бы я думаю там влажно очень мне там очень нравится но там влажно я как-то привык здесь у нас сухонько и как-то так тяжело переносится с непривычки хотя если если живешь наверно привыкаешь и все там я еще пару слов сказал вот кто приезжает по H1P и кого я не знаю либо нет детей либо просто кто ищет информацию о первых шагах то есть что нужно сделать да человек приехал при приземлился вышел на работу что делать первое что хотелось бы людям это начать получать зарплату принц было бы неплохо а говорят евреи жадные ты понимаешь всем зарплата нужна вот хорошо так чего я не да я шучу ты скажешь что тоже суста евреев вылетела что зарплату надо получить да и в какие-то корыстные то да и первое что вообще было бы неплохо это получить social security потому что без с сына очень тяжело что либо вообще делать но ведь это же рутинный процесс ты прибыл если в этом галочку отметили там где нужно так вам просто автоматом придет если не отметили зашли в офис заполнили бумажку вам пришлют это это не не то что вы должны как-то умудриться это сделать так вроде рутина но рутина но которую нужно сделать нужно сделать и я я ходил в офис то есть принципе ничего такого там военного нет но единственное что вы проверяете как ваши фамилии и имя пишут это правда ошибаются время да и там через неделю если все нормально вам приходит social security с которым можно идти открывать счет банки ну а то и через месяц это может занять совсем плохие истории когда полгода вы знаете что счет в банке можно открыть без social security вы можете быть абсолютно иностранцем туристом вы можете прийти положить деньги в банке и social security для этого не нужен вы если вы работаете всякие дела вы потом донесете там и дадите номер но открытие счета не в принципе в принципиальном плане не требует social security но я помню я когда пришел да в честь я пришел и они там им даже social security было мало то есть они говорят а вот подтвердите что вы по этому адресу проживаете это правда это правда вот подтвердить адрес да да и контракт показываешь на съем жилья или там письмо из какой-нибудь организации на твое имя да но письма то есть это такой замкнутый круг у меня допустим не было лиза так как снимала компания да а справку с места работы можете взять что что они что они позволяют делать это справку то что компания подтверждает что вы проживаете а вот такой вопрос давайте я спрашиваю то что вы рассказываете мне кажется это очень хорошо все расписано на иммиграционных форумах но вот допустим видеоканал вот как у нас это не может быть не такое место где вот это и инструктировать надо как там получать social security но на форумах подробнейшим образом люди из самых разных мест вот например на форуме говорим про с там есть прям раздел по для чикаго есть отдельный раздел и там чикагские там дашь свои местные вы вы как-то почитывали формы не особо но не особо не потому что не хотела довольно то есть я перед тем как ехать я очень много узнавал это тоже неплохо есть еще форум он так немножко зачахший я бы сказал тоже было время когда кроме него ничего и не было лет там 15 назад просто единственный был а сейчас немножко зачах поскольку он больше айтишный такой то есть там тут тусуются айтишники но на тему иммиграции в сша называется привет точка ком никогда не слышал но тем не менее он это самый старый форум на нем невероятный объем информации и если что там вот как-то мало не практически нет ни айтишник не было раньше 15 не ходил но просто я знаю что он есть и конечно по массовости по трафику и так далее сейчас номер один это вот говорим про вес да и добро правда я к ребятам которые у нас смотрят что вопросы об устройство там и вот куда пойти чего сказать это буквально в каком окошечке женщина в розовой кофточке значит там передать привет от розы давидовны там и так далее это все там все рассказывают да так что и еще есть нюансы о том то есть когда вы прежде когда вы хотите приехать по h1b скорее всего вы будете заключать контракт с работодателем да так вот зависимости конечно то есть если вы едете в amazon по h1b то наверное там более все стандартизировано да вы едете более маленькие компании работать то я бы очень советовал договариваться то есть вот там вещах которые вас беспокоят и вписывать их контракт потому что я знаю что там некоторые просто подписывают но контрактах есть некоторые пункты которые в принципе ну стоило бы там знать как минимум ну например например то что вы приезжаете по h1b и у вас контракт действует там два года в случае если вы его разрываете вы должны платить определенную сумму денег это нелегально это незаконно это незаконно но тем не менее подписывайте смело чихать на это на все это не это что нас они инфорса был вы ним никто не может пойти в суд искать он мне должен денег потому что он раньше времени уехал это абсолютно нелегально это дело это страшилка это делается для того чтобы людей напугать и чтобы им в голову даже не приходило но если уже он ушел то он ушел в калифорнии например и в большинстве штатов сша найм идет дословно там как по желанию но это был им пламент это уилл это за что компания может вас любую секунду отправить и вы можете в любую секунду уйти если компания вас отправит сегодня у вас контракт на два года а вас отправить через шесть месяцев они вам должны за что же вы это самое но нет конечно это все ерунда полная но как бы то есть многие спорьте не спорьте я я вот что сказал бы не спорьте в том смысле что не говорите им не подписывай подписывайте смело но мне это все мусор это мусор если вы если вы скажете что я вот эта часть мне не нравится вас могут просто не взять потому что ведь очень многие люди что делают они приезжают допустим вы приехали по each one baby за своей компании допустим вам платят я не знаю там грубо там все с 5000 и вы познакомились с ребятами они в соседней компании может быть даже в том же здании и они как слушай чувак мы тебе 95 дадим с понедельника выходи и делать виза трансфер поэтому одни потратились на вас а другие люди воспользовались и они они этого боятся они боятся что вы сейчас по ним конечно поэтому дайте им быть спокойными не травить их они говорят у нас вот такой даже не думать не делать вид что вы их умнее вы умнее новые виду не показываете да ну опять-таки это ваши многие даже не знаю не знают но мы же от рассказали да потом я бы узнавал то есть перед отъездом страховки типов страховки и сколько будет стоить страховки медицинские да тут тоже момент вот какой значит по закону страховка страховка предоставляется всем сотрудникам если это корпоративная страховка они не могут дискриминировать никого у сотрудников уборщицы которая будет работать на этой подэт под этой страховкой такая же страховка как у президента компании страховая компания предоставляет разные планы вы можете выбирать это это правда но вы не можете выйти за рамки вот того что вам компания предоставляет в пакете который не обсуждает обсуждается только что лично вы в этом пакете хотите но внутри пакета который дан да но там же есть да и чему ппо то есть разные типы страховки в принципе вы не обсуждаете это с компанией вы им говорите хочу вот это и все то есть вы можете на стороне или с кем-то посоветоваться или что-то но это не предмет того что вы обсуждаете с компанией во время подписания договора найма но то есть а ну вот я допустим собираюсь переехать я же я хочу узнать то есть какой у меня там каверич вы спрашиваете ребята какая у нас страховка вам дают вот такую простыню эту дают вот это вот это вот это да и в принципе стоимость потому что они там не все компании покрывают сто процентов знаете чего мы когда в девяностые годы в конце у меня было много ребят на h1b там человек 20 одновременно работал и ну а знаете как то у меня сознание социалистическое и приезжают люди жена не работает он вот на одну зарплату живет семья правильно я понимаю у них денег там не так много и я думаю значит страховка это на мне я покупал хороший корпоративный план там не было я боюсь а ротом там дождь и так то было никакого не было на всю семью и стоил это в среднем вот там ну не 20 там 17 18 лет назад это стоило мне 600 долларов на семью в месяц шикарное там все ну ну все покрыто был вот потом цены стали расти потом снова расти и потом снова расти и потом снова расти и я понял что мы так не выдержим об отчая рецессия началась и мы как-то финансово были поджаты я им сказал ребята значит давайте так сделаем я даю 400 долларов так от себя а все остальное там планов много вы тогда можете выбрать себе и значит я даже не помню был ли кто-то кто взял план требующий какой-то доплаты то есть все взяли тот план где я полностью плать вот вот на 400 долларов которые я положил вот на них брали а допустим там положить лишних там 50 или там 100 долларов и допустим взять лучший план ник никто не взял так что обычно так мой опыт такой люди берут максимум того что компания им дает ну да ну то есть я не знаю мне у меня был выбор взять и и чем он который дешевле и или ппо который дороже обычный обычный чему дороже я не знаю у вас там какие-то планы да то есть у нас ппо считается при более такой премиум ковер я не знаю понимаете на ппо и копеймент больше существенно и и дедакта был больше то есть и вы платите за визит вы пришли раз к врачу да там 40 долларов вот я хожу 40 долларов еще раз пришел 40 долларов я не хожу часто я хожу раз три месяца там на осмотр 40 долларов 40 долларов 40 долларов а представьте там двое маленьких детей 40 долларов 40 долларов 42 и чему там пятерку заплатил и все и можешь ходить сколько хочешь хоть ты хоть ты через день ходи они вам выпадут не назначен они просто вас конец выстроить у вас не видеть вот но и чему там он такой что вот врач должен добыть какой-то один которому вы как бы привязан вас направляет до ппо я так понимаю нет я у меня ппо я хочу любом мнение списка вы можете а за пределами списка вы должны будете серьезно доплатить да то есть за пределами смысле страховой компании за пределами тех провайдеров да то есть там там уже ограничено куда вы можете нет безусловно ппо дает вам больше выбора это да конечно конечно но если вы посмотрите на не на месячный ваш платеж а вы посмотрите на то сколько вы заплатите если влетите куда-то допустим вот вечно госпитализации там две недели в госпитале пролежал там 15 тысяч и посмотрите сколько вы заплатите по одной сколько по другой то есть на ппо вы бы как хорошенько то есть у вас будет там дедактова сразу несколько тысяч там опять я не знаю сейчас планов много особенно с обама кером они тут добавили поэтому может быть и так но как бы традиционно традиционно и чему было дороже потому что и чему чем ну как сказать привлекательен вот допустим семья вот у вас хорошо один ребенок а бывает филиппинцы мексиканство у них по 10 детей по 8 по 6 и они идут на этот и чему и вот этой всей ордой и пользуются и помать это дорогой план то есть он страховой компании дорога обходится и чему конечно 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 ну они они что делают они говорят врачу они врачу говорят вот тебе мы платим тебе в месяц вот такую сумму и и вот и на нее работаешь вот и допустим они к 10 долларов в месяц там врачу за вас и за год это 120 долларов если вы один раз год пришли к врачу врач вас любит как я не знаю что если вы пришли два раза к врачу и он имеет 60 долларов за appointment он говорит ничего страшного но если вы три раза пришли четыре раза пришли он говорит что-то за бесплатно нужно работать и им пойти не зависит платится а за фиксированная сумма в месяц поэтому они они как бы свою стоимость вот туда отрезают и говорят вот мы там больше врачу больше не дадим поэтому если вы хотите такой план по которым вы реально можете лечиться там начинаются накрутки ночью я не хочу в эту сторону двигаться но ну да это это такой серьезно серьезная штука очень серьезно это может быть очень дорого когда когда много людей в одной семье и за небольшие деньги и много лечатся и вот но вообще эта тема тяжелая то есть разобраться как они считают там один раз надо там у вас тем более ребенок маленький вам надо вам надо страховку нормально слушайте жена ваша она как вот относится к эмиграции к вы еще не как бы не совсем эмигрант но вот к америке как она относится и хочет остаться чтобы вам сделали green card вам делают green card да хорошо она хочет чтобы была green card чтобы тут вот росли может быть больше детей было этом да давайте чуть-чуть предыстории то есть я задумался всерьез в эмиграции когда родилась дочка собственно потому что когда я был студентом я точно также говорил что я никогда зачем и в какой-то момент тут у меня произошел вот этот щелчок и я начал осознавать что почему-то мне хочется попробовать думаешь если мне так хорошо зачем ребенку так страдать за что вот как-то так понятно так и то есть я начал говорить давай давай попробуем а я я знаю как бы что в компании можно попробовать по крайней мере такая вероятность и пока пока разоворы такие были ну там может попробуем и кто всерьез не воспринимал когда собственно вот уже там стало понятно что примерно январь месяца в апреле надо документы что-то подавать тут началось самое тяжелое потому что я не хочу ну то есть вид как как мы без родителей родители с деточкой носят сюда да да но это именно привязанность на уровне то есть я я тоже в нем очень тяжело было родителя до сих пор переживают ну в общем это тяжело но мне как раз родители говорили что ты едь едь и никогда здесь уже был и сказал то я наверно вернусь там через месяц ну ну скучаю и тяжело и на папа так сказал вернись я тебе правда дверь не открою но это так вот и было то есть начались какие-то такие разговоры то есть я хочу а жена не не очень хочет точнее вообще не хочет и тоже дискуссии очень длинные были в конечном итоге я говорю давай просто попробуем мы не теряем ничего мы можем вернуться в любом там в любом моменте и принципе было так тяжело до самого последнего момента даже когда я уехал а я еще сюда приехал евро там нет мне так я хочу обратно посуды на первые три месяца то не ездят хорошо так мотивировал да и да но в итоге то есть я мы договорились так что мы приедем попробуем год поживем здесь вместе ну а там уже в общем решим что делать дальше я уже тогда понимал что я уезжать не хочу возвращаться на совсем уже не хотел и в принципе когда же нам приехала сюда я уже через месяц понятно что скучаем очень там за родными но с каждым месяцем было видно что на совсем уже возвращаться а вот такой момент я хотел чтобы может быть пару слов сказали часто тоже выходит вот эта тема насколько хватает зарплаты человека на h1b на то чтобы там скажем три человека семья на эту зарплату жила это как-то очень по скромненькому стандарту или нормально жить можно так ничего если бы я приехал сюда первый год семьей было бы очень очень тяжело но то есть в чем разница между первым и вторым годом ну во первых зарплата стало больше а уже хорошо только сильно больше ну сложно что там в общем нормально заметно больше хорошо не не за первый год но за вот там полтора скачет существенно больше это большое дело конечно существенно именно если рассматривать семью когда здесь один жил я в принципе нормально себя чувствую но еще что важно что я первый год не платил за жилье да в корпоративной квартире накопили жирку да и тогда он грейминс там не на рим рельс ван педромной квартиры да я шучу ну хорошо все таки это следующий это же жить можно на зарплату на одну жить можно то есть жена не говорит ой мы такое безденежья и там я вот раньше я могла себе позволить и теперь я не могу себе позволить не абсолютно так хорошо а девочка имеет ваша какой-то выход на англоязычную среду или так она с мамой пока нет вот мы с сентября уже начали тут зарядку ну пресс-кул именно но не русского имена американская и наоборот я по этому поводу переживают ребенок антискла не знаю там немцы там кто живет и говорят ты лучше переживал чтобы русский не забыл до пяти лет говорят надо додержать на на русском потому что после пяти уже сложнее забыть ну в общем тут есть полка двух концах да полно детишек вот так как ваша приехала и потом по русски слова не скажет через год это вам 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 конечно больше надо заботиться о незабытии русского чем об освоении английского это произойдет легко и быстро но все равно вот этот элемент то что она с детьми пока не общается ну да а какая песочница есть вот там пошла с мамой там песочница там дети вы не замечали вот такого что здесь не как у нас я помню когда я там маленьким в принципе вообще мы как-то песочнице в той же либо вообще во дворе мы все друг друга знали но в плане вот там и мы всегда там компаниями какие-то да дети здесь как-то дети сами по себе у меня так вот это правда не друг друга не знают в основном хотя они могут быть в одном садике то были где-то они друг друга особо не знают но это им не мешает взаимодействовать хотя они не стремятся сильно взаимодействовать они больше действительно сами по себе самодостаточные такие но они могут так и вместе покопать и там побегать могут вместе или там да я я наблюдал как наша саша там подходит там кому-то играется там привет говорит побежали и они как раз и побежали куда совершенно незнакомого ребенка воды бегут я думаю нас так вроде побежали да ну в общем пока то есть такого общения у нее нет именно с англоязычным русскоязычный ребенок то проще ну хорошо давайте мы вернемся к тому о чем мы значит говорили про жену и как она воспринимала америка тяжело то есть вы есть сначала значит дали такой не очень позитивный посыл потом она с ужасом значит приезжает дело не в этом то есть у нее настрой был именно с хари то есть когда я ищу как не хотелось вот этот хорошо страх уехать как бы домашняя такая девочка и вот это я собственно тоже не особо там могу сказать что я какой-то там не домашний но по подворотням домашний но до какого-то момент ну хорошо но вот например если вот сейчас на это смотреть да то вы как бы присутствует элемент того что допустим останется вы в харькове да то вы могли бы в любую в любой момент как бы не управляя ему оказаться где-нибудь там в униформе там с каким-то там автоматом день там по копии там и так далее то есть то есть такой элемент или это как кажется очень нереальным мобилизации обострение какой-то жена например не боится что такое может случиться ну сейчас речь просто не идет да ну да да но в принципе когда она приезжала там и когда она приезжала не было этих еще тихо и тихо пусть это был только вот то что майдан майдан я приехал в украину и собственно застал там майдан да даже у меня получилось так что у меня один знакомый мы разминулись он сюда приезжал командировку не помню нью-йорк или куда-то с майдана нет но с киева и он рассказывал такую смущную историю он летел обратно через париж в киев из нью-йорка из но из нью-йорка и я не помню просто и ну он говорит я сижу смотрю там сбоку от меня мужик сидит там журнальчик листает и говорит он листает листает и я так смотрю говорит что-то знакомые кадры украина майдан там коктейль и молотый греть яму там там и киузами там ты когда дочитаешь можно этом гляну что пишет а я так понял что сидел француз да да конечно в общем проходит говорит минут десять он ему там журнальчик это да говорит на читай и говорит я открываю значит страницу эту там кив читают там француз протесты нет английский журнал самолетов я не знаю а в самолете окей да и этот мужчина начинает с ним разговор а ты вообще куда летишь говорит я в украину говорит я смотрю у него такой взгляд в украине говорит да уиквейно и он так на журнал на меня на журнал на меня криток там же там там же там же война так куда-куда грязных киев какие куда киев там там же коктейль и молотый вот говорит было видно у него страх глазах хаса не говорит как я вообще могу туда лететь многие бы не поняли со стороны это ну хорошо значит все-таки жена она прилетает у нее настроение пораженческое она значит чего-то такое там это только до отлета в основном да но первое время может быть какой-то но в принципе так кто кто на вас по гороскопу тоже на дело дева земная ну что же понятно понятно мне это знаком я как телец вот сам я тоже я телец вы как вы когда телец какого числа 5 мая а мы с вами неделю разошлись я 28 апреля вот и действительно иногда бывает что так тяжело начать сняться вот так как то вот это все а потом психика здоровая там как приземленность некоторая присутствует она не дает завихрением всяким победить как вы интересно у меня мама была дева то есть мы с ней очень очень душа вообще земные знаки они друг с другом очень хорошо так обычно нем и у меня мама дева ё-моё вы смотрите как 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 с трудно жить это все так закручено хорошо родители ваши молодые надо нет ну то есть относительно молодой папе 66 то есть вас 40 лет папа родил можно сказать авраам исака исак якова а папа вас да хорошо мама на 10 лет моложе папа ну да ну то есть они как блогу пенсионного возраста и у них нет таких подвигов на уме до или гайд мы тоже скоро поедем давай это обустраивайся ну то есть я так говорю у меня надежды я питаю какие-то ну пройдет лет может быть 67 вы получите гражданство и дальше вы сможете их оприходовать на месте то есть надо будет чтобы они приехали но если по сегодняшним правилам они должны будут приехать вам гости им дадут визу на шесть месяцев за это время вы им сделаете и джорсментов статус и они останутся как гражданин вы можете их тут же но просто это уже маме будет там и на этом 64 там 63 а папе уже будет там уже там за 70 немножко но с другой стороны почему нет а чё за 70 до ног хотелось бы не хотелось да а братья сестры есть у вас в родители через а есть сестра старшая детки сын то есть племянник ну ну да то есть им теперь как вы а сестра не говорит давай уж там цепляйся мы к вам поедем тоже сестра с удовольствием а муж сестры сестры я думаю тоже ну так пусть скажите пусть пока английский подучит хотя сестру сложнее привозить чем чем родители я думаю что мы должны дождаться все-таки не может так долго продолжаться отсутствие иммиграционной реформы мы должны дождаться это произойдет все-таки я не знаю я думаю что когда произойдет она как так то раза щелчком так раз и все и случится подготовка такая к этому сложно но когда это произойдет будут новые правила установлен на много лет вперед о том как привести маму как привести там сестру там да то есть линия братья сестры линия родители дети и это должно быть установлено и и и и и при всем при том что обсуждается как и и в общем то даже понятно как они бы это сделали пару лет назад как это будет сделано мы тоже не знаем то есть какие у них будут компромиссы на тот момент что на что обменяют там и так далее посмотрим это произойдет гораздо скорее чем вы получите гражданство так что вы можете спокойно дожидаться тут бы еще грин карту получить когда вас подали на грин карту ну скажем так я получил только форму то есть первый шаг лейбор сертификат получили на то есть на вас еще не зафайлы всего остального пока ну вы имеете ввиду что когда на вас зафайлит это все через некоторое время относительно непродолжительное значит ваша супруга уже сможет там работать ну да после получения да 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 поэтому может быть она захочет поработать я не знаю то я вот думаю может ее к вам очок нам-то у вас еще раз там ну то есть я в плане ребенок я куда живу к нам-то ну я я имею ввиду плане тестеры тестеры да но в чикаго есть говорит много курсов разных там там есть нет тут же тут же я хочу сам перебраться в полицию вместе с собой но это так она она будет что я не смогу говорить как ты сидит там возле монитора там а вот я не хочу чикаго вот как бы город обстановка вот хорошо вы же из большого города тоже просто у вас потеплее немножко я помню эту площадь как она свердлова что ли громадная такая свободу лучше чтобы переименовали уже была свердлова такая громадная самая большая площадь в европе там булыжника мощеная да да помню бывал в харькове там как-то в командировке ну что же хорошо давайте тогда вот что давайте мы тогда супруге привет вашей передадим от имени и по поручению тех кто нас смотрит и и вам тоже всяких там успехов с грин-картами и тогда сипа будем стараться может быть вы чем еще кроме руби там на месте освоите на всякий на тек подстраховку такой там это как-то я волнуюсь думаю что такое руби да ну и спасибо за время и за желание поговорить поделиться вам спасибо я на общественном интересе как бы не я вам спасибо за канал потому что ведете и жене ваше спасибо я вот с удовольствием смотрю там про детское воспитание то что попал ну у нас уже мы больше на внуках найти на воспитание ну да очень много вопросов задают про воспитание и они у меня подвисшие висят там на форуме где их собираю вопросы там что к 5 или 6 про воспитание но мы как-то никак не соберемся такая мощная тема неподъемно большая давайте кайну что мы нет 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 ощущения что в состоянии поднять такую тему там с воспитанием ну хорошо ладно значит давайте тогда мы меня там поправляют и говорят когда заканчивается видео и люди там это рукой машут надо говорить не привет а пока ну давайте вот давайте мы скажем на англии на американский манер мы скажем пока пока там так вот эти байбай да пока пока давайте помахали все ребята счастлива счастлива с него